МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. И всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. 80 лет свершения и успехов. Свой юбилей отметила Гомельская область, самая большая по территории в Беларуси. О том, как проходил праздник, а также о достижениях региона сегодня и перспективах на завтра. Специальный репортаж наших корреспондентов. Безбарьерная среда. Всегда ли инвалидность связана с ограничениями? И готовы ли общество к диалогу на равных? Своё мнение в интервью программе высказал председатель Гомельского областного общественного объединения инвалиды-спинальники Геннадий Золотарёв. Яркие концерты, выставки и презентации за миром культуры всю неделю пристально следил Александр Лупиненко. Какой была неделя из жизни региона, расскажем в ближайшие 26 минут. На этой неделе Гомельская область отметила своё 80-летие. Сегодня это крупнейший регион страны, который объединяет 21 район и занимает территорию более чем в 40 тысяч квадратных километров. По площади это больше таких стран, как Албания, Бельгия, Люксембург, Кипр или Сальвадор. Современная Гомельщина – стабильно развивающаяся область. За последние 7 лет объём промышленного производства увеличился более чем в два раза, а о продукции сельского хозяйства – втрое. О празднике, его истории и достижениях – сюжет наших корреспондентов. До 1919-го уездный город Могилёвской губернии, потом до 1926-го года – центр Гомельской губернии, ещё через 4 года – центр округа. В 20-м веке административный статус Гомеля изменялся несколько раз. Практически все 30-е годы в Беларуси единственной административной единицей были районы. Однако развитие промышленности и сельского хозяйства потребовало новых подходов к руководству республикой. 15 января 1938 года принято решение о создании Гомельской области. Причём этот вопрос решался на уровне, естественно, неруководства СССР. А окончательное решение было принято на сессии Верховного Совета СССР. Там вопросы эти решались. Ну и первоначально же предполагалось создание вот этих областей. Были такие проекты о том, что ещё, в общем-то, какие-то теорические какие-то были элементы, правда, не очень чёткие. Ну, в общем-то, это была, ещё раз повторяю, попытка создания такой системы управления, системы управления всеми процессами на местах. Поэтому с 1938 года она существует в области. Ну, правда, в той время существовала ведь ещё и не только Гомельская область, существовала и Полевская область с центром в Мозыре. Развитие Гомельской области началось не на пустом месте. К тому времени во вновь созданном регионе уже работали бумажная фабрика в Добруше и завод метизных изделий в Речице, стеклозавод в Костюковке под Гомелем и завод Гомсельмаш. Ассортимент продукции, которая выпускалась здесь в 30-е годы, сейчас удивляет. Но тогда это был настоящий технический прорыв. Картофелемойки, льномолотилки, клеверассортировки. Значительную часть этой техники даже поставляли на экспорт. Мы до войны начали изготавливать 26 наименований тогда примитивной такой сельскохозяйственной техники. И уже 18 из них мы экспортировали в другие страны. Я считаю, и не я считаю, это так, все считают, что это была огромнейшая заслуга нашего трудового коллектива. Сегодня Гомельская область является одним из высокоразвитых индустриальных регионов Беларуси. На её территории расположено около 300 крупных и средних предприятий. Около 70% производимой продукции идёт на экспорт. Причём внешнеторговые операции осуществляются более чем со 100 странами мира. За последние годы реализован ряд значимых инвестиционных проектов. Завершена модернизация деревообрабатывающих предприятий. Серьёзная реконструкция проводится на таких промышленных гигантах региона, как белорусские металлургические и мозырские нефтеперерабатывающие заводы. По нашим оценкам, в самое ближайшее время это должно дать не менее 2% объёмов дополнительных промышленного производства. Все предприятия, которые начали работать после модернизации, практически вышли на свою проектную мощность, поэтому мы ждём от неё хорошей отдачи. О значительных достижениях сегодня могут говорить и сельские труженики. При достаточно низкой бальности почв, хлеборобы Гомерской области получают стабильное урожай зерна более чем в 1 миллион тонн, а животноводы постоянно наращивают объёмы производства. Участники торжественного мероприятия вспоминают, как закладывалась основа нынешних достижений и говорят, что сегодня у экономики региона хорошие перспективы. Конечно, для меня человек, который здесь работал в 2000-х годах, когда вся экономика была развалена, мы создали сельмаш, выстраивали нефтеперерабатывающие заводы, выстраивали в целом экономику. В то время главная была основа, которая заложена, была в развитии области, сельскохозяйственный блок, наш Гомсельмаш, который мы модернизировали в короткий промежуток времени благодаря поддержке президента страны. Всё это даёт результаты. Безусловно, для экономики любой нет постоянного стремления вверх. Есть определённые спады. И это не страшно. По крайней мере, за последние 2-3 года такой спокойного развития экономики в области дают свои результаты именно то, что мы имеем за прошлый год. Экономика лидер, чувствует себя очень хорошо в инвестиционном поле, очень хорошо в технологическом плане подготовки чувствует себя область. И всё вселяет уверенность в том, что область будет на самых высоких поисках в республике. Гомельская область – регион, который динамично развивается по всем направлениям. Ежегодно обновляются несколько районных центров. Создаются более комфортные условия для жизни людей. Развивается туризм, культура, образование и здравоохранение, где сегодня применяются самые современные методы диагностики и лечения. Одним из основных социальных объектов этого года станет реконструированная детская областная клиническая больница. Работы на этом объекте ведутся круглосуточно. Идут внутренние работы, инженерные работы, идет закупка технологического и медицинского оборудования, как по линии Министерства здравоохранения, то есть централизованная крупная медицинская оборудованность закупается по линии Минздрава, и за счет областного бюджета. Пожалуй, самая приятная часть торжественного собрания – вручение наград за значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Гомельской области работникам региона объявлена благодарность президента Беларуси. По случаю юбилейной даты предусмотрено также выделение из средств резервного фонда президента 1 миллиона белорусских рублей. Они будут направлены на завершение в 2018 году строительства блока плавательных бассейнов «Ветки». Шесть представителей Гомельской области получают почетные грамоты Совета министров. Около 200 человек награждены почетной грамотой Гомельского облсполкома и областного совета депутатов. Среди тех, кто поднимается на сцену областного общественно-культурного центра, бывшие руководители области и республики. Герои социалистического труда, люди, которые каждодневно и честно выполняют свою работу. Я должен сказать, что Гомельщина хорошая с каждым годом, очень прилично подтянулись небольшие районы. Это невзирая на достаточно сложные условия, природно-климатические, последствия Чернобыля и так далее. А если сказать проще, то здесь очень хорошие люди, очень трудолюбивые люди. И, конечно, вот они с душой относятся к своему делу. Поэтому, безусловно, я приезжаю как к себе домой, очень приятно видеть знакомых людей. И самое главное, что эти люди делают достойный результат. Поэтому я уверен, что это, как говорят, все в надежных руках. Я рад за Гомельщину, она держит марку. Юбилейный для Гомельской области 2018 год наверняка запомнится его жителям рядом самых различных мероприятий республиканского и международного уровней. Фестиваль хореографического искусства «Сожский караход», фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья», фестиваль народного юмора. В этом же году будет торжественно отмечена и такая важная дата в судьбе региона, как 75-я годовщина освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Олег Сунтюров, Ольга Коновалова, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель». Новости недели. 19 января православные верующие встретили один из важнейших христианских праздников – Крещения. Богоявление, второе название праздника, берет свое начало от евангельского события, когда пророк Иоанн Претеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. За традиционным водосвящением и омовением верующих в проруби Иордане наблюдала наш корреспондент Наталья Каприленко. 19 января православные христиане всего мира вспоминают евангельское событие – Крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Именно вода, как основа жизни на земле, имеет в этот день символическое значение. Освящение воды – напоминание, что Господь везде и всюду. Второе название – Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время Крещения. На Христа с небес сошел Святой Дух в облике голубя. С каждым годом все большее количество людей, пришедших на праздник за святой водой, более осмысленно относятся к этому празднику. Начиная с отчельника дня накануне, гомельчане собирались возле Гомельского кафедрального собора, чтобы набрать освященную воду для себя или своих близких. Известно, что вода, набранная в этот день, может храниться годами, но главное не только употреблять ее в течение года, утром натощак или освящать ею жилье. Куда важнее верить не в чудесное свойство самой жидкости, а в Бога. Так говорят те, кто давно и сознательно ходит в церковь. Я думаю, что каждый день я буду дать дедкам пить своим, чтобы здоровыми были, для себя тоже. Я верующий человек, поэтому я и пришла. Для того, чтобы прикоснуться к Господу, как-то еще раз очиститься от грехов. Этот праздник – это все, как вам сказать, ступенька к вечной жизни. Наряду с Пасхой. Надежда наша. Праздничная крещенская литургия традиционно заканчивается крестным ходом, в котором могут принять участие не только те, кто отстоял службу в храме, но и все, кто хочет стать частью большого православного праздника. Традиционно в этом году руководство Гомельской епархии, прихожане и гости города прошли крестным ходом от Кафедрального собора Святых Петра и Павла по Киевскому спуску до набережной. Именно здесь был ослужен молебен, и епископ Гомельский и Жлобинский Стефан провел чин освящения воды в Иордане, крещенской проруби. Приди и ныне, ныне, святая Твоя Духа, святая вода сию, и дай же благодать и сбавление благословение Иорданова. Освящение воды в проруби православные считают финалом праздника крещения. Окунание людей в прорубь – относительно новая традиция. Важно, говорят верующие люди, не превращать ее в чистый спорт или любовь к экстриму. Каждый церковный праздник имеет свое отражение в народных традициях. Крещение – это яркий пример органичного переплетения религиозного и языческого. Купание в Иордане не имеет никакого религиозного подтекста, но сегодня это такая яркая, неотъемлемая традиция, которая помогает, объединяет людей разного поколения, радой степени воцерковленности, в едином порыве прикоснуться к Богу. В этом году нетрадиционно мягкое по погоде крещение не всем купальщикам пришлось по душе. Многие отмечали, что в трескучие морозы окунаться теплее, чем в такое крещенское послабление. Большинство смельчаков – мужчины, ныряльщики с большим стажем. Некоторые тут же учили правильно окунаться младшее поколение. Были и любительницы крещенского купания. Погрузиться в Иордань смогли желающие во всех районах Гомеля. В местах купания дежурили спасатели и бригады скорой медицинской помощи. Теплая вода, подогрели, наверное, с вчерашнего дня. Давно окунаетесь? А уже 10 лет. Ну, готовиться надо к этому делу, скажем так. Мороз лучше купаться. Я уже не первый год и очень хорошо, очень мило всем советую, независимо от возраста. У тех же, кто не отважился окунаться на крещение, но хотел бы приобщиться к традиции в будущем, впереди целый год. Можно успеть физически подготовиться и закалиться, чтобы рассказать о своих впечатлениях в следующем крещенском репортаже. Наталья Каприленко, Сергей Лукашук, Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Меньше месяца остается до выборов в местные советы. На уходящей неделе завершилась регистрация потенциальных депутатов. Они уже получили удостоверение и могут выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. В понедельник, 22 января, начнутся выступления кандидатов в депутаты областного совета в эфире радио Гомелефе. Ну а сейчас о других важных событиях недели – обзор от службы информации. Глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько избран председателем Белой Руси. Такое решение единогласно принял Республиканский совет общественного объединения. Экс-председатель Белой Руси Александр Радьков остался в составе Республиканского совета. Он заверил, что и далее будет прилагать все необходимые усилия для развития объединения. К торжествам в честь 80-летия Гомельской области приурочили открытие ряда социально значимых объектов. Один из них – новое детско-стоматологическое отделение. Оно открылось в Гомеле на улице Ильича. Здесь смогут получать медпомощь около 15 тысяч детей, проживающих в Новобелевском районе. С учетом специфики учреждения для маленьких пациентов установили телевизор. В перспективе в отделении также может появиться детский уголок. А в Будокошелево открылся районный историко-краевический музей. Ранее традиции народного творчества района были представлены в домах культуры, центрах фольклора и ремесел, музеях этнографии. В 1974 году районный музей пытались создать в первой средней школе. Через 8 лет музей боевой и трудовой славы организовали в Аграрно-техническом колледже. Но сейчас, пожалуй, впервые появилось учреждение, где можно узнать обо всех особенностях истории и современности района. В администрации музея говорят, что пока создан только базис учреждения. Тут можно увидеть первую, но далеко не окончательную экспозицию. Сбор артефактов и материалов о жизни современного поколения района продолжается. В 104 микрорайоне Гомеля открыли новое помещение отделения почтовой связи. До этого объект социальной инфраструктуры располагался в обычном киоске. Клиентам приходилось ждать своей очереди на улице. Теперь отделение отвечает всем современным требованиям. Оно будет обслуживать более 12 тысяч человек. Паромная переправа через Припять в Житковичском районе будет организована в марте, сообщили в Минтрансе. Специалисты подсчитали, что затраты на ее устройство в разы меньше, чем на строительство автомобильного моста. Уже начато переоборудование несамоходных барж для использования в качестве парома. Предполагаемая вместимость до 30 автомобилей. Пока же люди с берега на берег переправляют на катерах. День спасателей отметили 19 января в регионе. 19 лет назад указом президента было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. За годы работы спасены и эвакуированы тысячи людей. Ликвидированы сотни тысяч чрезвычайных ситуаций. Лучших спасателей нашего региона чествовали в Гомеле. Среди награжденных во время торжественного вечера, наряду с профессионалами службы, педагог и рабочий сельскохозяйственного предприятия из Будокошлевского района, водолаз из Мозыря и машинист котельной из Реческого района. Каждый из них спас как минимум одного человека. Сегодня на Гомельщине проживает более 86 тысяч людей с инвалидностью. Для каждого из них в свое время этот диагноз зазвучал как приговор. Кто-то смирился, кто-то опустил руки, а кто-то начал все с нуля. Кто поддержит в сложной ситуации и готовы ли общество к общению на равных? Своё мнение на этот счёт в интервью программе высказал председатель Гомельского областного общественного объединения инвалиды-спинальники Геннадий Золотарёв. Что стоит отнести к достижениям совместной работы здесь, в Гомельской области, общественных объединений и органов власти? Наша организация существует уже 20 лет. И с самого начала мы понимали, что без понимания наших проблем органами власти мы наши проблемы самостоятельно не решим. И всё время у нас шёл процесс налаживания партнёрских отношений. Но быть партнёром – это значит разговаривать и быть на равных. Как считаете, удалось выстроить тот самый диалог общественное объединение и власть? Я считаю, что да, у нас в Гомельской области создана очень хорошая юридическая база для этого. Областной координационный совет по делам инвалидов. В котором наравне с очень важными государственными структурами, которые занимаются проблемами людей с инвалидностью, участвуют и общественные организации. Это и наша организация входит в состав Совета, тоже председатели областной организации Белорусского общества инвалидов, общества глухих и общества слепых. Это первое. Второе. То, что на сегодняшний день уже существуют государственные программы по решению проблем инвалидов. И общественные организации наравне с другими государственными структурами включены как ответственные по каким-то проблемам именно наравне с государственными структурами. Это тоже очень важно. Это стимулирует. Но, скажем прямо, сейчас можно смело отметить этот факт, что общественные объединения и настоящая личность там стали более активными. К примеру, проектная деятельность, которая приносит приличные суммы социальных инвестиций в регион, помогает развиваться и общественникам, и делать ту самую среду безбарьерной. Я бы сказал, что профессионализм общественных организаций стал значительно выше. И вот это дает определенные результаты. То, что мы не только можем поставить проблему, но мы предлагаем пути ее решения. И пути решения мы находим через чаще, вот наша организация, через участие в международных различных проектах, в получении каких-то грантов. Благодаря этой спонсорской помощи, с помощью доноров, какие сферы, какие проекты удалось реализовать? Мы на протяжении всех 20 лет занимаемся у нас одно направление. Это создание условий безбарьерной среды для таких людей и реабилитации такой категории граждан. Геннадий Григорьевич, понятно, для того, чтобы развиваться, нужно говорить и о проблемах. Что считаете сегодня в этой сфере по-настоящему болевыми точками? Наравне с тем, что уже достаточно много делается в Гомеле и в Гомельской области по созданию условий безбарьерной среды, меняется инфраструктура населенных наших пунктов. На мой взгляд, мы еще недостаточно сделали для того, чтобы конкретный человек мог выйти из квартиры многоэтажного своего дома. То, с чего все начинается. Да, потому что все остальное, это будет нашими благими намерениями, и то, что сделано, но останется не в полной мере, так сказать, воспользовано. Геннадий Григорьевич, а как считаете, менталитет отношения здорового населения к проблеме нужно менять, либо оно само собой уже шлифуется? Жизнь, конечно, все меняет. Но я должен сказать, что поскольку уже Республика Беларусь приняла конвенцию по правам инвалидов, и, конечно, эта работа должна теперь вестись и на государственном уровне. То есть должны проводиться различные просветительские мероприятия по созданию положительного имиджа о людях с инвалидностью в Республике Беларусь. Конечно, это большая кропотливая работа. И начинать ее надо, может быть, с детских садов, со школ, и дальше с молодежью работать. Вот мы, например, в своей практике проводим вот такие встречи с молодежью студенческой, и мы называем их уроки доброты. Вот мы в Белгуте встречаемся со студентами периодически, факультет промышленно-гражданского строительства. Это будущие строители, которые будут создавать нам или не создавать условия безбарьерной среды. Люди стали добрее? Я считаю, что да. По крайней мере, они более четко стали понимать эту проблему. Геннадий Гривович, спасибо вам за искренность, за активную жизненную позицию. Успехов вам и вашим проектам. Спасибо. Далее в программе обзор культурных событий. Рождественская атмосфера все еще витает в арт-просторах. Подтверждение тому череда ярких концертов, которые прошли на уходящей неделе. Зимнее настроение поддержали и в выставочных галереях. За жизнью в мире культуры всю неделю наблюдал Александр Лупиненко. Крещенские морозы в этом году не оправдали наши ожидания. Зато мир культуры и искусств зимнюю атмосферу подчеркнул во всей красе. Сцены Гомеля пригласили на новогодние концерты и театральные зарисовки на рождественскую тему. А выставочные галереи познакомили с творчеством фотохудожников и рассказали об особенностях чайпития конца 19-го, начала 20-го веков. Ну а мир литературы в эти зимние дни сказал свое слово. Так выглядела культурная неделя в целом. Сейчас самое время узнать детали. Свет рождественской звезды засиял в Гомеле. Открытый фестиваль детских фольклорных коллективов под таким названием собрал своих зрителей. На сцене 10 коллективов из 4 школ областного центра. В числе юных артистов дети от 8 до 16 лет. Свои вокальные и инструментальные номера они представили известным артистам, руководителям народных коллективов, а также научным сотрудникам Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций. Жюри оценивало конкурсантов в двух номинациях вокальной и инструментальной, а также в трех возрастных категориях. Фестиваль довольно молодой. В этом году своих участников он собрал лишь во второй раз. Однако успел продемонстрировать заинтересованность молодого поколения традициями и культурой Беларуси. Больше узнать о старинных традициях чаепития можно в картинной галерее Гаврила Ващенко. Здесь работает выставка самоваров. Экспозиция состоит из антикварных экспонатов, чайных аксессуаров, домашнего имущества 19-го начала 20-го веков. Всего представлено более 40 самоваров. Их делали из различных материалов, украшали орнаментами и гравировкой. На выставке можно увидеть самовар-банку, самовар-рюмку или, например, самовар-грушу. Основой экспозиции являются уникальные коллекции, собранные любителями старины Сергеем Путилиным и Владиславом Шишигиным. В Гомеле прошла презентация новой книги известного гомельского писателя, публициста, богослова и проповедника Саввы Мажухе. Издание под названием «Неизбежность Пасхи. Великопостные письма» вышло в тираже 3000 экземпляров. Отец Савва хорошо известен зрителям телеканала «Союз» и читателям интернет-портала «Православие и мир». Сначала его книги появились как цикл статей в интернете. Затем материалы были собраны в книгу, дополненную другими текстами. По словам автора, жанры, в которых сейчас работает большинство религиозных публицистов, довольно скучны. По сути, ему пришлось создать новое направление, которое он назвал «интернет-письма». В результате получилось что-то похожее на живой журнал. Как утверждает автор, эти письма написаны себе 20-летнему о том, что хотелось прочитать или услышать молодому человеку, который только пришел к вере. Книга доступным языком рассказывает о смысле духовных упражнений во время Великого Поста. Фотовыставка «Рождественская радость» открылась во Дворце культуры железнодорожников. Она посвящена зимним традициям, народным и церковным. Пейзажи, портреты, репортажные съемки – все работы принадлежат членам фотоклуба «Свет души», за исключением одной. Фотографию заснеженного храма на выставку прислали друзья-фотографы из Пермского края. Гомельчане с восторгом отмечают, что погода там больше соответствует календарной зиме, чем в Гомельской области. Уж не знаю, как погода, но следующая арт-неделя обещает быть очень насыщенной. Свежие афиши уже готовы к расклейке. О самых ярких событиях прямо сейчас. Эстрадный симфонический оркестр имени Юрия Василевского приглашает всех на большой концерт, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. Вас ждут 25 января в 18.30 ОКЦ «Ланге-17». ДК «Металлургов» в городе Жлобин приглашает всех на большой семейный праздник под названием «Январская карусель начала в 18.00». Мероприятие состоится 26 января. Ну а камерный хор Елены Соколовой 31 января в ДК «Железнодорожников» приглашает всех на большой рождественский концерт начала в 18.30. Это был культурный обзор, который для вас подготовили Александр Лукненко и Евгений Макеенко специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.